Здравствуйте! Сегодня поговорим об освещении аквариума. Сильно углубляться в изучение спектров и то, какой из них и как влияет на цвет и рост кораллов не будем. Просто поможем разобраться новичкам с вопросом в начальном этапе. Расскажу вкратце о том, кому в аквариуме вообще нужен цвет. Несмотря на то, что кораллы это не растение и они вполне себе могут питаться планктоном, свет им необходим, потому как в дикой природе они используют комбинированный источник получения энергии. Помимо планктона, кораллы используют энергию фотосинтеза, которая протекает в их тканях благодаря заоксантеллам, симбиотическим водорослям, которые живут внутри кораллов. Это касается как жестких, так и мягких кораллов. Что касается рыбы, ракообразных, ну и всяких там червей, афиур и так далее и тому подобное, множество премножества, им свет как таковой до лампочки. С ними можно использовать самые простые светильники, которые только лишь будут подчеркивать красоту окраски. Для новичка главное понять, как выбрать освещение. Для того, чтобы этот вопрос стал более понятным, рассмотрим три варианта освещения морского аквариума. Первый. Освещение аквариума светильниками с люминесцентными лампами. Данный вариант освещения предполагает использование ламп с разным спектром свечения и цветовой температурой. Визуально это дает очень интересное освещение, что является плюсом этого варианта. Также в плюсы можно записать использование большого количества комбинаций ламп. Лампы относительно недорогие и легко заменяются в случае необходимости. Также плюсом является относительно небольшая нагрев светильника, что не очень сильно влияет на температуру воды в аквариуме. Единственным большим минусом данного варианта являются сами лампы, которые необходимо менять не реже одного раза в год. Менять их приходится по той простой причине, что люминесцентные лампы теряют за первый год работы от 30 до 50 процентов своей номинальной мощности. Невооруженным глазом видно, что лампа светит намного тусклее. Второй вариант светильник с металлогалогеновыми лампами. Обычно такие светильники комбинируются набором из люминесцентных и металлогалогеновых ламп, где основную часть мощности дают галогеновые лампы, а люминесцентные используются в качестве досвета. Плюсов в том, что в первую очередь эта возможность получить уровень освещенности практически недостижимый с помощью люминесцентных ламп. Эквивалентное количество трубок часто просто не помещается над аквариумом. Металлогалогеновая лампа дает направленный свет, который падает почти перпендикулярно поверхности. В результате коэффициент затухания в толще воды существенно ниже. Соответственно, с такой освещенностью даже те кораллы, которые расположены на дне аквариума, будут получать достаточно света. Из минусов данного варианта освещения является очень большой нагрев. Используя светильник с металлогалогеновыми лампами, вам придется бороться с повышенной температурой воды. Делать это можно при помощи специальных вентиляторов, которые устанавливаются на обдув самого светильника, либо на обдув поверхности воды в аквариуме. Металлогалогеновые лампы тоже придется менять, но уже гораздо реже, один раз в два года. Можно и подольше растянуть, в принципе, если визуально вы видите, что кораллы продолжают прибавлять в росте. Третий вариант. Светодиодный светильник. У этого светильника огромный список плюсов. Долговечность, надежность, энергоэкономичность, возможность упорвать мощностью и спектром освещения. Светодиоды сравнительно новое техническое решение для освещения аквариума. Светильники со светодиодными лентами не подойдут для освещения морского аквариума с кораллами. Спектр и мощность освещения у таких диодов не подходит для основного освещения, но его можно использовать в качестве подсветки или для имитации луны. Для основного освещения аквариума нужны профессиональные аквариумные светильники с подходящими диодами. Минусы у светодиодных светильников тоже есть, но их мало. Прежде всего, если откинуть огромный ценник, то остается только то, что в случае, если в светильнике погаснет одна из сборок, ее просто так не поменяешь, как лампочку. Придется всерьез заморачиваться, если у вас есть под рукой запасная сборка. А если под рукой не имеется, то придется как-то иначе решать вопрос. Есть и другие варианты освещения аквариума. Их мы обсудим в следующий раз. Еще хочу сказать пару слов об актиниках. Актиничный свет ламп для аквариума не оценивается по шкале Кельвина, так как относится к куфе-спектру излучения, которое не является полностью видимым для нас. Они излучают синий фиолетовый свет и подчеркивают цвет тропических рыб и кораллов. Эти лампы имеют большое значение для аквариумных рифов. Часто их можно увидеть в сочетании с лампами дневного света в светильниках. Именно под этим светом кораллы проявляют свою флуоресценцию. Мощность выбранного вами светильника, вне зависимости от того варианта ламп, который вы выбрали, определяется примерно 1,5-2 ватта на литр воды для аквариумов с мягкими и жесткими кораллами. Это среднее примерное значение. Вы, как аквариумист, прежде всего должны ориентироваться, исходя из этого среднего значения, но с учетом, прежде всего, самочувствия кораллов. Измените интенсивность освещения в случае, если у вас светильник с металлогалогеновыми или люминесцентными лампами, можно подняв или опустив светильник над аквариумом. В случае с диодным светильником, можно просто уменьшить мощность освещения диодов. Итак, разберемся с порядком светового дня. Прежде всего, светильник должен работать всегда. Для автоматического включения нужно использовать таймер. Если в светильнике нет встроенного таймера, надо использовать любой другой таймер, в который включается вилка светильника. Световой день аквариума обычно состоит из 12 часов. Утром на первый час включается одна лампа. Обычно это актильник. Таким образом, мы имитируем рассвет в аквариуме и животные мягко выходят из состояния ночного покоя. Затем постепенно в течение нескольких часов светильник выходит на полную мощность. Пик освещения продолжается 5-6 часов. Затем светильник также постепенно отключается и в конце последнего часа горит один актильник. На ночь остается гореть только луна. Если в светильнике не предусмотрено лунное освещение, то его в принципе можно имитировать любым диодом, который горит синим цветом. Вот собственно и все. Все полезные ссылки вы найдете в описании под выпуском. Вступайте в группу, подписывайтесь на канал, учитесь и получайте удовольствие от процесса. Текст читал Дима Пронин. До новых встреч!